привет дорогой друг если ты не умеешь работать с процентами то это видео именно для тебя научу как их находить как ими работать и как это делать легко и просто разберем кто такие проценты тема достаточно простая и легкая и первое что нам нужно понять что сам значок процента означает одну сотую то есть если мы встречаем пять процентов то сколько это сотых это пять сотых мы же будем часто писать десятичные дроби поэтому мы записываем 0,05 и ничего страшного если мы встречаем десятичные проценты например 0,1 процент что это такое это 0,01 применим основное свойство дроби и поэтому домножим на 10 чтобы все было красиво видим что это одна тысячная или же 0,001 а также не следует пугаться больших процентов по типу 300 процентов потому что это всего лишь три сто сотых а раз это три сто сотых то это просто число 3 вот так вот все просто посмотрим как решать задачи на проценты и здесь я покажу как это решать с помощью пропорций у нас есть проценты отдельный столбик есть рубли отдельный столбик мы записываем было и записываем стало нам понятно что 8000 рублей было то есть было изначально целым 100 процентов мы пишем сотню а нам надо найти 15 процентов то есть стало 15 и мы не знаем сколько это x понимаем что 15 процентов это меньше и мы ищем часть 15 процентов x тоже будет меньше мы ставим стрелку к большему числу видим стрелки в одну сторону поэтому ставим значок дроби и ставим равенство и теперь решаем это через пропорции то есть 100 умножить на x равно 15 умножить на 8000 отсюда x равно 15 умножить на 8 тысяч поделить на сотню таким образом мы понимаем что x это 15 умножить на 80 или x это надо посчитать 10 на 8 80 5 на 8 40 120 тысяча двести рублей все задача решена но никто так не решает решают все быстро специально для тебя я сделал бесплатный курс по ссылке в описании проходи и учись и для того чтобы быстро работать с процентами мы с вами изучим одну очень крутую фразу часть это процент от целого это капец как логично что часть это процент от целого но фразу мы запомним так что слово это будет равно логично часть это часть является равно процент от целого процент мы заменим от мы заменим на действие умножения таким образом прошлая задача 15 процентов от 8000 свелась бы у нас к тому что мы ищем часть а чтобы найти часть мы процент переводим в десятичную дробь 0,015 десятичную дробь 0,015 и умножаем на 8000 ответ получился бы ровным счетом точно такой же посмотрим как это решится вот в этой прекрасной задачи коля увидел магазине рекламу скидка 30 процентов вау круто сколько он должен заплатить если решил купить телефон по цене 4 48 тысяч мы понимаем что если скидка 30 процентов то изначально телефон стоил сотку процентов скинули нам 30 процентов осталось 70 процентов таким образом мы с вами ищем часть равно 70 процентов от 48 тысяч но мы слово от заменяем на умножение а а значок процента говорит нам о том что у нас не 70 процентов а всего лишь 70 сотых или же 70 таким образом наша задача умножить 48 тысяч на 70 ну здесь ничего сложного нет мы с вами берем 7 умножаем на 4800 главное не потерять и погнали все 0 0 7 на 8 это 56 6 пишем 5 в уме 7 на 4 28 5 в уме это три 103 33 тысячи 600 все задача решена быстрее чем составляет пропорцию и посмотрим одну очень интересную задачу которая встречается в экзамене о г и встречается в экзамене егэ эта задача на проценты про сухофрукты и прочее здесь важно понимать что у нас любой фрукт вот он фрукт он во первых состоит из чего он состоит из воды а второе он состоит из жижи или мякоти или я ее по-другому называю по-другому называю жмых воды в свежем фрукте 80 процентов а значит жмыха там 20 процентов 20 процентов но в сушеных фруктах вот такие скрюченные сухофрукты вода у них тоже присутствует и она там уже 28 процентов она выпаривается она меняется а жмых остается тот же самый несмотря на то что процент у него меняется то есть жмыха теперь у нас не 20 процентов от общей массы а жмыха теперь 100 минус 28 это 72 процента отлично теперь мы замечаем что жмых найдем сначала водка у нас есть 288 килограмм свежих фруктов найдем сначала жмых жмых это равно 20 процентов от 288 или же по-другому 0,2 умножить на 288 и мы понимаем что у нас можно это посчитать а можно сделать так жмых это 72 процента от x то есть 0 72 умножить на x таким образом мы понимаем что жмых то этот один и тот же мы можем это объединить и сделать уравнение 0 ,72 x равно 0 ,2 умножить на 288 решить его достаточно просто x равно 0 ,2 умножить на 288 делить на 0 ,72 здесь я немножко подсотру чтобы было место нам работать видим что получается сокращать сокращаем 288 на 72 это будет 4 получается 0 ,2 умножить на 4 поделить на 0 ,01 и 0 ,8 поделить на 0 ,01 ответ 80 все 80 килограмм пишем ответ радуемся и кайфуем а 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 Субтитры подогнал «Симон»